Итак, всем привет, с вами Добгайм, и мы продолжаем играть за Британский Союз в Кайзеррайх. В прошлой серии мы подготовили нашу страну к войне с Германией, и в этой уже Франции напала Германию, и, собственно говоря, нам пора в нее вступить. По правилу здесь немножко наши армии на границе, сейчас они перейдут чуть в восточнее, потому что Фландрия оказывается не в Рейхспакте, что, конечно же, приятно. Ну, пускай они там постоят какое-то время, набирают себе бонус планирования, потом начнем вступление. Здесь я вижу неравных проблем, возможно, я переброшу сюда вот эту армию, у нас здесь армия подготавливается раз, и армия подготавливается, морская пехота для высадки на северной Германии. Также у нас тут авиация, куча во Франции, мы ее сейчас поиспользуем, посмотрим, где она нужнее. И у нас здесь есть тактические бомбардировки, но их пока я буду использовать против морских целей, как и наш флот, который я вывел. Вот наши подлодки куча, они будут нарушать германскую торговлю, собственно говоря. Вот куча импорта, и то, что даже не импортируется, на самом деле, доставляется тоже по морю. Так что, так сказать говоря, мы, по-моему, примерно и видим пути, что происходит. То есть вот они от американцев импортируют. Мы это будем топить. Кроме того, у нас здесь небольшое количество эсминцев выделено, чтобы их подлодки поискать, потопить. Ну и, конечно же, наше основное боевое соединение, наш основной флот будет искать немецкий флот и с ним уже сражаться. Поехали. Нашли мы большое скопление немецких кораблей и высылали сюда наш флот на подмогу. И успешно отправляем немецкие корабли на дно. Собственно говоря, я думаю, они здесь потеряли, может, третьего боевого флота. Собственно говоря, сколько у них вообще кораблей? Ну да, по ощущениям, примерно где-то так. Там, конечно же, еще куча подлодок, так что с ними придется что-то тоже придумывать. Но благо у нас есть авиация и благо у нас есть какое-то количество эсминцев. Решила все-таки перебросить армию в Нидерланды, чтобы не терять этот фронт. Ну и вот мы как раз прибываем на позиции, укрепляемся. И я думаю, немцы сами прорывать нас не смогут. Здесь тоже все стоит, так что мы можем не спешить, дообучать морскую пехоту и уже ей высадиться. Так, мы примерно добились своей цели. Немецкий флот весь где-то здесь на дне. Нас же вообще потери, по-моему, не понес. Возможно, только подлодки, да, где-то на 30 их было больше. Ну, подлодки это ничего. Самое главное, мы никаких больших кораблей вообще не потеряли, даже очень мало потеряли малых. То есть, флот мы их разрушили, даже датские параллельно потопили и немножко шведские. Собственно говоря, мы теперь готовы полностью начать полномасштабное наступление. В воздухе мы, кстати говоря, вообще не сражались. Но это ничего. Наши морпехи полностью готовы. Значит, начинаем выстку. Они постараются занять на севере порты. Переключаем из-за этого флот в поддержку, чтобы здесь оказывали не в боях помощь. Мы также построили еще Железнородье сюда, в Бельгию. В Нидерланды, точнее. И во Францию одну. Я также хотел достроить еще одну, но мы уже не успеваем, чего ждать. Сюда вот поставить. Ну, я думаю, так справимся. Единственное, наверное, стоит чуть-чуть южнее его поставить, потому что здесь все-таки есть форты. Железнородье очень хорошо помогает против фортов непосредственно. Так что пускай сначала он побудет здесь. Ну, и я думаю, можно как минимум начать наступление, как минимум попробовать. Собственно говоря, цифры могут быть такие себе в первое время. Здесь, тем более, какие-то укрепления есть. Но я думаю, мы сможем без проблем наступать. Особенно здесь вот, здесь равнины. Здесь у нас проблем вообще нет с наступлением. Также мы успешно занимаем здесь морские базы. Следует сразу, как будет развивать здесь наступление. Ну и можем попробовать либо на юг пойти, либо на восток. Я думаю, мы пойдем на юг, чтобы вот это все окружить. Четыре встречают наши морпехи сопротивления здесь. Лишь, вот это небольшое... Небольшие какие-то силы сзади у них. Почти все силы у них на границе с Францией, плюс, скорее всего, на границе с Россией. А вот и Австрия подходит. Она какие-то силы, скорее всего, противопоставит нам, серьезные. То есть, кстати говоря, здесь вот так вот тоже сделать. Потому что нужно помнить, что Таня является участником войны. Значит, ее тоже стоит капитулировать. Кстати говоря, Антанта тоже вмешалась в войну. А значит, что нас призывают теперь воевать с Антантой. Собственно говоря, почему бы и нет. Давайте поможем нашим ребятам. И я думаю, мы в один момент просто пойдем высаживаться в Канаду. Затем поймем с Африкой. Но это после того, как мы капитулируем, я думаю, собственно говоря, Германию и Австрию. Кстати говоря, Сербия, как я и ожидал, в один момент все-таки напала на Австрию. Но здесь мы успешно потихоньку движемся внутрь германских территорий. А еще Япония напала на немецкую Ост-Азию. Так что удачи немцам еще раз. И вот мы тут смогли сделать такое неплохое окружение. На несколько десятков дивизий. И параллельно продолжаем медленно, наверное, наступать на восток. Собственно говоря, потери у нас все еще такие терпимые, я бы сказал. В принципе, мы наносим им тоже более-менее. Хотя и, как я вижу, самый большой урон наносит Россия. Ну как у нее дела? Давайте посмотрим. Ну, миллион потерь. Серьезные цифры. Хотя в промышленности хорошие. Я думаю, они еще долго очень будут держаться. Возможно, даже перейдут в наступление. Вот мы и взяли Берлин, собственно говоря. Как я и говорил, медленно, наверное. И без каких-то особых потерь. В принципе, очень даже умеренные. Вот и Волоник капитулировал. Ну, это мы потихоньку добиваем вот это вот окружение. И войск здесь много, поэтому они держатся хорошо. Но без снабжения рано или поздно они все закончатся. Так, заставили мы тут капитулировать Данию и переходим в Швецию. Параллельно здесь добивая неудачные немецкие войска. Ну, и здесь медленно, наверное, закрываем окружение. Как окружение? Они отступают в Австрию, поэтому не окружение. Ну, в общем-то, от вот этих, допустим, частей, можно сказать, отделение. Южную Германию мы сейчас, да, оккупируем. И, я думаю, плюс-минус Германия, да, будет уже сдаваться. Нам останется еще Австрию капитулировать. Здесь Италию, Италия сама по себе. И здесь уже Швеция, это все еще часть, по-моему, Респакта, да. Но вот Норвегия, это уже Антанта. И мы, собственно говоря, начнем думать, куда мы будем усаживаться. Кстати говоря, у нас здесь есть США коммунистические, ну, как, не коммунистические, а синдикалистические, которые побеждают. И, судя по их количеству завоенных заводов, они и победят. Что не может меня не радовать. Это минус один теоретический противник. И плюс база для выставки в какую-то Канаду. Хотя, я думаю, мы справимся и без этого. Реально, как вы можете видеть, мы очень много топим конвоев и Антанты, я так понимаю, и немцев. Что тоже не может не радовать. Вот из падения Михана, в принципе, капитулировала вся Германия. Стоит, наверное, отправить одну армию, добивать различные страны на востоке, потому что они еще будут живы. А вот этими армиями мы будем добивать Австрию. Потому что капитулирует Австрия, капитулирует, в принципе, весь Альянс. Ну, сейчас мы с Польшей здесь захватим. Здесь, конечно, продвижение медленное, потому что эти горы, ну, тоже очень уверенные. Что-то говоря, буквально, думаю, парочку городов еще польских и Польша должна вот-вот сдаться. И мы пойдем дальше на восток. Здесь Россия, в принципе, как можно видеть... Да, прикольно. А, Беларусь в интернационале, приятно. Тоже потихоньку в контрнаступление по ощущениям идет. Так, давайте в этом третьем плане. Потихоньку не пускай это все ликвидируют. И затем пойдем дальше. Здесь вообще, как вы можете видеть, российские войска тоже потихоньку продвигаются. Там вообще какая-то высадка в Ригу. Не делала Антская, вроде. Ну, да. Короче говоря, все хорошо. А вот здесь мы наконец-таки взяли Вену. И это значит, что Австрия вот тут упадет. Кстати говоря, мы здесь вообще до Италии дошли. Ну, а здесь мы уже идем в Украину. И постепенно все Восточные государства Рейхспакта ликвидируем. Со временем на севере наша армия со средними успехами продвигается сквозь Швецию и Норвегию. И здесь наша Крах Рейхспакта, собственно говоря, произошла. И вот она. Только здесь не все страны. Но я так понимаю, здесь мы подбиваем сами. Вот так вот выглядит мир. Мы взяли всю Германию, Данию, Польшу, Фолонию. Ну, мы это все повыделяем потом по решениям, конечно же. Просто марионетки здесь в мирном договоре сделать нельзя сразу. Ну, а нам теперь нужно побыстрее... Как-то, видимо, что-то, да, на востоке там сдается. И у нас даже не хватит форскора дойти до любых провинций. Ну, потому что в России очень много против них форскора. Собственно говоря, надо Австрию капитулировать. И здесь еще есть остатки во главе с Бразилией. Нужно будет тоже с ними разобраться как-то. Но вообще уже можно потихоньку планировать, как мы будем саживаться в Канаду. А вот произошло и падение Австрии. Забавно, что здесь страны как будто бы отдельные. Ну да, в общем-то... Они просто отделились, видимо, от Австрии перед миром. Ну, ничего, мы просто разделим дальше нашей армии. Захватим Италию. И вот этой армией захватим Венгрию и, собственно говоря, Иллирию. Ну и здесь мы потихоньку добиваем все, что можем. Итак, тут на севере Шица капитулировала. Здесь тоже мы уже неплохо так расчистили границы. И вот капитулирует Венгрия. Ага, мы по ощущениям не сможем, да, забрать у него территорию. Или это... Нет, это, наверное, только те, которые типа румынские. Да, остальное мы все сможем забрать. Плюс-минус. Ну да, вот так, типа. Слишком эти дорогие были. Почему-то. И осталось буквально чуточку. Итак, мы разобрались со всеми проблемами в Восточной Европе. Можете перейти к северу, тут в Испании помочь, в Африке помочь. Кроме того, я здесь уже готовлю выездку в Гренландию. Собственно говоря, отсюда мы уже будем высаживаться в Канаду и дальше наступать до капитуляции. И после капитуляции уже Франции и Канады, я думаю, мы плюс-минус должны капитулировать всю Антанту. Ну и после этого, тут еще какие-то мажоры на самом деле появились, с ними тоже разберемся. После этого что нам останется? Только Россия из таких серьезных стран. Япония не выглядит серьезной страной, так что... Ну, может встанет к тому моменту, когда мы со всеми стилями разберемся. Но я думаю, что уже для этой серии достаточно. Так что с вами был Добгай. Подписывайся на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok